Вокалисты, хореографы, художники, музыканты с мировыми именами приехали в Старый Оскол, чтобы провести мастер-классы с самыми талантливыми ребятами из разных уголков России. В течение недели летнюю творческую школу «Класс от Маэстро» Фонда искусства, наука и спорт посетили больше ста мальчишек и девчонок. «Класс от Маэстро» Это дело самое важное, которое есть, развитие талантливой молодежи, выявить те таланты, которые у нас сегодня есть, и их много, развить, а дальше они будут прославлять и нашу Долгородскую область, и дарить нам радость, и удовольствие. Благодарность Староскольскому городскому округу за то, что не просто поддерживаете наши творческие инициативы, но создаете уникальные творческие явления и проекты в своем городском округе. Руководитель проекта Юрати Юшкявичути пожелала участникам творческой школы наслаждаться каждым моментом. Нашим юным талантам я от всей души желаю интересного общения с выдающимися музыкантами, педагогами и, конечно, со своими сверстниками. Эта неделя прилетит очень быстро, но я надеюсь, что она своей яркостью и положительными эмоциями запомнится надолго. Летнюю школу открыли именитые музыканты. Солист Московской государственной академической филармонии, профессор, заведующий кафедрой фортепиано Российской академии музыки имени Гнесиных Владимир Овчинников. Художественный руководитель Московского государственного симфонического оркестра для детей и юношества Иван Рудин. Преподаватель Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных, солист Национального филармонического оркестра России Кирилл Солдатов. Вышли на сцену и участники первой творческой школы. Я уже участвовала в прошлом году в первой летней школе, и мне очень понравилось, так как эта школа дала мне большой опыт. Преподаватель из Москвы правильно научила меня посылать дыхание, и это очень выигрышно смотрелось на фоне других учеников, которые не были в этой школе. Также я завоевала благодаря этой школе несколько гран-при. В прошлом году приехали именитые музыканты из Москвы, и я с ними занимался. Мне очень понравились их замечания, корректные замечания про мою игру, и я начала совершенствовать свои навыки, чтобы добиться больших успехов. Надеюсь, в этом году у меня будет еще больше опыта с полученных мастер-классов, и думаю, я займу больше призовых мест. Первые мастер-классы для выпускников и студентов музыкальных колледжей и институтов Белгорода и Воронежа провел народный артист Башкортостана и Татарстана, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска», двухкратный обладатель премии «Грэмми» Ильдар Абдразаков, вместе с артистическим координатором молодежной оперной программы оперы «Монте-Карло» аскольчанкой Кирой Парфеевец. Очень интересно на самом деле, оно как-то раскрепощает тебя, и ты пытаешься показать свой максимум, наверное, и пытаешься взять по максимуму от этого человека, который пришел что-то тебе дать, собственно говоря. Вот, и мне было на самом деле сейчас очень интересно, и как-то даже весело, такое бывает редко. Начинается волнение, зажатости всякие разные. Вот как я вышел, сейчас чуть было волнение, пока он ко мне не подошел, не взял, так аккуратно, как сказал, ну давай вместе. Мы очень много попели музыки разной, и знаем, немножко разбираемся в стилях произведений, в стилях композиторов. Поэтому мы им подсказываем, что так уже не поют, что так надо петь и как нужно. Это общение живое, оно очень может быть короткое, и словами все не выразить, но иногда происходят очень замечательные открытия. Я надеюсь, что они что-то для себя впитают, даже те, кто в зале. А уж те, кто на сцене, конечно, они заражаются энергией и позитивом. Да, мы очень надеемся, что ребята, которые сегодня участвовали в мастер-классе, что мы их увидим на больших сценах мира.